Сохранение здоровья населения было и остается главной задачей для всей системы здравоохранения Ульяновской области. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, большая часть мероприятий в рамках госпрограмм и нацпроектов в сфере здравоохранения успешно завершена. Более 24 миллиардов рублей направлено в этом году на здравоохранение региона. Капитально ремонтируются больницы и поликлиники, открываются ФАПы, закупается техника и меняется подход к работе с пациентами. В этом году в рамках нацпроекта отремонтированы 8 детских и 12 взрослых медицинских учреждений. Сегодня более 90% ульяновских детских поликлиник соответствуют принципам бережливого производства. Долгожданным событием стало открытие после капремонта детской поликлиники номер 5 на площади Горького. Яркий дизайн, просторный холл, игровая зона для самых маленьких, новое оборудование. Более 6000 детей, прикрепленных к данной поликлинике, обслуживаются теперь в комфортных условиях. Также в этом году обновлены детские консультации в Сенгелеевской и Сурской районных больницах. Ремонтируется травматологическое отделение и начато строительство инфекционного корпуса в областной детской больнице. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшей в этом году, завершается строительство 15 новых фельдшерско-акушерских пунктов в селах. В новых зданиях предусмотрены все условия для пациентов, в том числе маломобильных. Проходит переоснащение онкологического диспансера и сосудистых центров. Современное оборудование улучшает качество оказания медицинской помощи, позволяет своевременно выявлять заболевания. В этом году медучреждения региона получили 100 автомобилей. Врачи смогут своевременно оказывать скорую помощь и выезжать к пациентам в отдаленные села. Актуальность кадрового обеспечения медицинской отрасли крайне высока. За почти 10-летний срок работы федеральной программы «Земский доктор» в сельские больницы трудоустроено около 500 врачей. Для поддержки среднего медицинского персонала работают проекты «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра». Чтобы привлечь хороших медицинских управленцев в сельские медучреждения, с 2021 года действует проект «Земский главный врач». Предусмотрены региональные программы для медиков в сфере обеспечения жильем, санаторно-курортным лечением. Медицинские работники сегодня находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Это настоящие герои, которые живут рядом с нами, при этом ежедневно рискуют своим здоровьем ради спасения жизней других. Спасибо вам за вашу доброту и ваш труд. Министерство здравоохранения, я в частности, сделаем все возможное, чтобы все получилось, чтобы мы двигались вперед, чтобы мы оказывали медицинскую помощь, чтобы мы заводили новые прогрессивные, эффективные методы лечения. У нас все получится.